Я пожалела, что я вчера с утра не пошла в поликлинику. Дезинфицирующий гель для рук, антисептик от Фаберлик. Дочка меня баловала таким печеньком, и оно мне прямо очень запало, очень понравилось. Ну что, йогурт готов. Открываем и смотрим, что тут у меня получилось. У меня сразу промелькнула мысль, что кому выгода вообще от этой пандемии. Всем доброе утро! Начинаю новый влог. Проснулась я сегодня в 5 часов утра, а сейчас начало седьмого. Проснулась от того, что у меня болит горло и заложен нос. Вообще, вчера я чувствовала себя уже хорошо. Температуры не было и ничего не беспокоило. Ну, голова там чуть-чуть иногда побаливала, но в принципе я себя чувствовала вчера уже так пободрее. Сегодня я проснулась от того, что нос заложен. В общем, меня это как-то так разбудило даже. Вот. Я поэтому встала, решила попить кофе. Вспомнила, что у меня есть фороцелинчик. Надо горло пополоскать. Но пока кофе пила, вроде как нос дышать стал. А горло вот чуть-чуть, вот чуть-чуть вот тут побаливает немножко. И вот сейчас сижу и такая вот у меня дилемма 50 на 50. Обращаться в поликлинику или нет? У меня все-таки уже десятый день, как я болею получается. Уже десятый день. И если бы это было просто как бы респираторно-вирусное обычное заболевание, оно обычно 7 дней проходит, да? А может быть мне уже антибиотики пора пить. Но с другой стороны, к поликлинику я, честно говоря, боюсь прямо обращаться. Не знаю, прям боюсь, честно говоря. Я боюсь, что прямо меня заграбастают и отправят туда к больным. А может быть у меня ничего нет. Ой, в общем, короче говоря, сейчас думаю, что я кофе попью. Выпью, наверное, колдрекс, чтобы голова перестала болеть, почувствовать себя нормально. И пополоскаю горло. А там будет видно. А там посмотрим. Кстати говоря, у меня здесь всю ночь работала мультикухня. И у меня тут стоит йогурт. Я поставила на ночь йогурт с йогуртной закваской. Я вам покажу потом, какая. Я вам уже показывала её. Вот, так что на завтрак будет у меня йогурт. А сейчас я пью кофе и полоскаю горло. Попозже посмотрим, что из этого выйдет. Получится что-нибудь или нет хорошее. Ну что, йогурт готов. Открываем и смотрим, что тут у меня получилось. Так, я вижу, получилось всё хорошо. Вот такой вот йогурт прекрасный получился. Ну всё, сегодня у меня на завтрак йогурт будет с булочкой. Кстати, девочки, вот он йогурт-закваска. Это я тогда один пакетик брала к дочке. Но вот у меня вот ещё есть он такой. Их тут 4 штуки в этой упаковке. Девочки, сегодня я решила на завтрак поесть йогурт. Я добавила туда ложечку варенья. Малиновое варенье у меня есть. Ну, можно любое варенье или сироп. И вот у меня есть венская булочка с изюмчиком. Сладенькая такая. Я решила её сделать с маслом и поесть вот с маслом. Я вдоль обычно разрезаю её, масло кладу внутрь. И тогда получается вкусно-вкусно. Это, знаете, вообще мне детство напоминает, честно говоря. Но если булочки нету, то можно с печеньем. Вот сладенькое печенье тоже очень вкусно получается с йогуртом. Вообще вкуснятинка. Вот такая булочка у меня прекрасная. Всё, я сейчас сажусь завтракать. Сегодня я решила приготовить винегрет. Я уже сварила картошечку и свеклу. И вот у меня есть баночка капусты квашеной. Вот такие вот огурчики 6 соток домашние. Они хрустящие, мне нравятся. И вот нежный горошек. Фасоль я не кладу, мне не нравится фасоль. Ну и лучок ещё порежу туда и масло растительное полью. Вот сейчас я сяду у телевизора и буду всё это резать. Ну вот мой винегрет готов. Сейчас я сяду его есть и продолжу просмотр сериала Рикошет. Всем добрый день. Я продолжаю свой влог. Наступил следующий день. Вчера, честно говоря, у меня не было сил даже ничего снимать. Но я снимала. Вот. А что у меня происходит сегодня? Сегодня я проснулась. У меня температура 37,2. Это для тех, кто наблюдает за моим здоровьем. Вот. Я, конечно, подрастроилась сначала. Потом попила кофе, искупалась. И, в общем, выпила колдрекс опять. Но мне стало легче. В общем, полегчало. И я решила не идти в поликлинику. Хотя сначала думала, пойду прям. Потом, не знаю, наверное, испугалась, забоялась. Решила не идти. Думаю, понаблюдаю, ищу, что будет дальше. Вчера дочка привезла мне заказик с Василёк. Доставку она у меня забирает. Вот. И я сегодня для вас уже сняла Василёк. Василёк. Вы думаете, что я такая симпатичная сегодня. Чуть-чуть, немножечко привела себя в порядок. Вот. Так что сейчас я буду монтировать Василёк для вас. Василёк выйдет раньше, чем этот влог. Поэтому я о нём больше говорить ничего не буду. А мне сейчас нужно приготовить что-то поесть. Пока у меня там грузится видео. Я решила сегодня пожарить окорочка. У меня ещё есть фенегрет. У меня есть картошечка. И сегодня у меня будет на обед окорочка с пюре и с винегретиком. Вот. А ещё я сегодня жду. Должны мне позвонить или написать, сообщить. Я жду заказик от Фаберлик. Я срочным порядком заказала антисептик. Антисептика не было. Вернее, он как... Написали, что антисептик уже будет в продаже в Фаберлик. Но его не было в наличии. И вот я вчера зашла, смотрю, в наличии есть. Я заказала. Заказала прямо 10 штук для того, чтобы раздать это своим, в общем-то, и родственникам, и себе. И чтобы это был немножечко запас. Сейчас антисептик нужен и будет ещё долго нужен. Поэтому я жду этот заказик. Если сегодня он придёт, то сегодня я его вставлю сюда, в этот влог. И вы посмотрите, что там за антисептик. Мне самой любопытно не терпится посмотреть. Вот. Ну, а сейчас будем готовить, кушать. Особо сильно показывать я не буду, как я готовлю окорочка. Наверное, готовят все одинаково. Посолить, поперчить. И положить на сковородочку с растительным маслом. И жарить. И тушить. Всё. А ещё, мои хорошие, я хочу сейчас умыться. Потому что я пока снимала Василёк, у меня уже начинают глаза болеть. Я хочу избавиться от косметики. Конечно, это красиво, это всё здорово. Но что я могу поделать, если косметика мне уже вот так вот не подходит. Ну, вернее, как бы подходит. Но у меня, видно, аллергия, наверное, на косметику. Вот. Так что я сейчас умоюсь. И вы меня уже увидите умытой потом. Смотрите, какая красота. Белые деревья стоят. Ой. И они даже пахнут аж сюда. Я прям остановилась, чтобы это заснять. Цветут деревья классные. А я иду за заказиком Фаберлик. Ну что, мои хорошие. День сегодняшний подходит к концу. Я прибежала, всё перемыла и оставила. И побежала монтировать вам видео. Василёк. Заказ Василёк. В общем, только сейчас закончила. И устала очень. Сейчас я вам покажу, что я заказала в Фаберлике. Я вам недавно показывала свой заказ. Но в том заказе у меня не хватило вот этого дезинфицирующей гель для рук, антисептик от Фаберлик. И вот я каждый день заходила на сайт и ждала, когда он появится. Но мне сказали, что он скоро будет. В общем, смотрите и ждите, пока он появится. Вот он появился. И там возможность заказать до 10 штук. Я заказала 10 штук. Заказала их себе и своим детям. И я знаю, что даже если у нас карантин снимут, у нас ещё какое-то время, наверное, долгое время, нужно будет всё равно продолжать дезинфицировать всё, руки тем более. Вот поэтому я уже себя, можно сказать, обеспечила вот таким вот гелем для рук. Хочу вам я его показать. Ну, что здесь пишут? Пишут, что состав входит изопропиловый спирт, 70% Помимо там ещё чего-то не по-русски написано. И значит, что этот спирт, он испаряется в течение нескольких секунд из рук. Я хочу сейчас его протестировать, посмотреть, что он из себя представляет. Вот такой вот гель. Вот. Оп. Его чуть-чуть надо. Вот такой гелеобразный. И растираем быстренько по рукам. Так. Да, он прямо моментально впитывается, поэтому его нужно прямо сразу. Всё, руки сухие. Я беспокоилась, думала, может жирные будут руки. Нет, руки сухие. Всё, спиртом они уже не пахнут. Пахнут чем-то приятным. Как цветами какими-то. В общем, хороший такой гель. Но его здесь 50 мл. Но я думаю, что он будет заканчиваться довольно быстро. Поэтому я и заказала его побольше. Вот. Ну, помимо прочего, я ещё вам хочу показать, что я заказала два вот таких шампуня. Ботаника. Мой шампунь любимый. Мне он очень нравится. Корень солодкий чистотел. Для склонных к жирности волосам. Вот этот вот шампунь, это как раз прям то, что мне подходит. Я взяла и такой же точно бальзам. Вот он. Ну, а другой шампунь, это восстановление и уход. Взяла такой шампунь попробовать. Ну, кажется, я его уже брала, не помню. Вот. И вот такой вот шампунь у меня ещё есть. Но я уже... Бальзам, он уже заканчивается. Питание и блеск. Вот такой с шишечкой. В общем, такой вот небольшой дозаказик я сделала. А ещё я зашла в магазин и купила вкусняшки. Вот. Сегодня я с йогуртом буду есть вкусняшки. И варенье ещё купила. Сейчас покажу. Девочки, взяла вот такое печенье любятого. Это мюсли печенья. Здесь сладкая клюква, изюм есть и цельные овсяные хлопья. Воздушный рис ещё в составе есть. Дочка меня баловала таким печеньком. И оно мне прямо очень запало, очень понравилось. Я вам хочу сказать, прямо я его искала. Мне очень хотелось его купить. Вот теперь я купила. Я очень рада и счастлива. Сегодня я печенье буду на ужин есть. Вот такое вот печенье мюсли. Оно такое тоненькое, хрустящее. Вот. И с йогуртом, который я делала сама. Вот. Ну, малиновое варенье я теперь на этот раз сложить не буду туда. А я купила ещё варенье смородина. Сейчас покажу вам. Вот такие печенюшки. Вот такие вот упаковочки. А в каждой упаковочке по две штучки. В общем, классное печенье. Взяла варенье я из чёрной смородины. И вот я хочу йогурт сделать вот с таким вот вареньем. И ещё взяла вот такие мюсли. Это такой батончик. Взяла на пробу. Хочу попробовать. С яблоком. Злаки и яблоко. Ну и, наконец-то, встретился вот этот шоколад, который я искала. Вот этот шоколад, о котором говорила дочка. Нам нравится с ней вот шоколад. Вот этот больше всего. Это бабайский. И там цельный идёт орех. Миндальный. Девочки, только имейте в виду, что вот эти вкуснячки, я их не рекламирую. Я их просто люблю и я делюсь с вами то, что мне нравится. Это вот любятого печенья и вот этот бабайский. Прям даже цельные орешки, они даже прощупываются руками. Ну классный, классный. Вот. Что касается вот этого геля Фаберлик, я ссылочку вам оставлю внизу, если кому-то этот гель нужен. Кстати, стоит он по акции 99 рублей один. Вот. И до 10 штук можно заказать. Поэтому ссылочку оставлю внизу, если кому-то нужно, заказывайте, девочки. Это дешевле, чем в аптеке. Но в аптеках сейчас вот гель попадается, но дорогой, дорогущий. Вот. Ну всё, теперь я буду ужинать. Вот, девочки, мой ужин. Я в йогурт добавила варенье вот это вот смородиновое. И очень-очень вкусно получилось. А вот как выглядят печенюшки любятого. Вот такие вот они тоненькие, хрустящие, но очень вкусные. Попробуйте. Всем доброе утро. Я, короче говоря, собралась в поликлинику. Позвонила. Там терапевт работает целый день. Ну, дежурный терапевт сейчас по карантину. Короче говоря, у меня вчера температура 37,2 была. А вечером у меня начался сильный кашель. Я легла спать. И потом я не смогла ни уснуть, ничего. Мне прямо аж тяжело было дышать. И я прямо за малым скорую не стала вызывать. Ну, я так немножечко над паром подышала. Немножко увлажнила воздух. В общем, короче говоря, не знаю, что это было. Но мне стало страшно, вот честно говоря, серьёзно. И я пожалела, что я вчера с утра не пошла в поликлинику. Ну, уже прямо дала себе за рог по-любому сейчас сегодня пойти с утра в поликлинику. Так что я пошла. Что мне там скажут, что не скажут. В общем, потом, если не загребут, то я приду и расскажу вам. Не буду я там ничего снимать, наверное. Ой, честно говоря, страшно. Прям не знаю, почему-то я боюсь. Боюсь, но надо идти. Пошла я, короче. Ну, что, мои хорошие, сходила я в поликлинику. Боялась, но сходила. В общем, короче говоря, что. Лёгкие послушали, ничего там не нашли. Температуру померили 36,7. Мазок у меня не брали. На рентген меня не отправили. Меня отправили на флюорограмму. И флюорограмму посмотрели сразу. Там всё в норме. В общем, короче говоря, вывод такой, что у меня просто как бы простуда. Ну, ОРЗ типа просто вирусная, но не корона. На короны подозрения нету. Даже не стали проверять. Не знаю. Я думала, что палочку вот эту вот всем дают. То есть тест всем дают. Но, значит, не всем. Хотя передо мной мужчина вышел. У него, я смотрю, был рентгеновский снимок лёгких. И он сказал, что ему брали тестирование, там палочку, вот эти все дела. Но, может быть, он был с температурой. А у меня температуры нет, поэтому, значит, вот так. Что мне прописали? Прописали, короче, кучу всякой всячины. Я зашла в аптеку и оставила там 1800 рублей. Обалдеть. А что мне прописали? Ингаверин. Ну, вообще прописали мне противовирусное. Номидекс. Номидес. Номидес. Вот. Но его в аптеке сказали нету. И вообще он как бы, ну, его уже нету нигде в аптеках. Но это дорогостоящее такое лекарство. В общем, она мне аналогичные какие-то другие противовирусные перечислила все. И, в общем, все они дорогостоящие. Там где-то от 450, по-моему, стоят. И там, и за 1000 стоят. А вот это, наверное, было 1200, что ли, она говорила. Ну, что-то очень дорого. Но его нет. Короче говоря, она мне дала другое лекарство. Лекарство, в общем, ингаверин, лечение, профилактика, гриппа и ОРВИ. И этот ингоферин, он у меня стоит 763 рубля. Вот такое вот, 10 таблеток ингаверин. Разорители. Это просто жесть. Дальше что мне еще? Немесил. Один пакетик стоит 29 рублей. По два пакетика мне нужно в день принимать, утром, вечером. В общем, взяла я 10 штук. Так, ну, 3 дня. 3 дня. В общем, короче, я взяла уже сразу 10. Не 6, а 10 взяла, потому что он бывает нужен. Противовоспалительное средство. Вот так. Что еще? АЦЦ тоже вот стоит 300 рублей. Вот такие таблетки облегчают отхождение мокроты. 300 рублей. Обалдеть. Тантум Верды прописали. 370 рублей стоит. Вот оно, Тантум Верды. Снимает боли, воспаление, борется с инфекцией, от боли в горле. Но я сказала, что горло у меня болит. Вот, и она мне прописала еще одно средство, хлорфилипт, хлорфилипт, полоскать горло. А я у фармацевта, у аптекарши спрашиваю, оно стоит, вот этот хлорфилипт, он стоит 300 с чем-то стоит денег. И я говорю, а я, например, полоскаю фуроцелином, можно? Она говорит, можно. Я говорю, заменяет? Заменяет. А сколько стоит фуроцелин? А фуроцелин стоит, девочки, 10 рублей блистер. 10 таблеток стоит 10 рублей, понимаете? Специально прямо дорогостоящие лекарства выписывают. Я говорю, ну давайте мне их тогда уже вот 5 вот таких штук, там надо 2 таблетки на стакан воды, ну полоскать, она говорит, как можно чаще. Я говорю, сколько раз в день. Она говорит, чем чаще, тем лучше. Так что будем фуроцелинчиком полоскать. Фуроцелин это уже средство проверенное уже 100 лет. Ну и все, и глицерин там был у них, я взяла глицерин по 23 рубля, я взяла 2 штучки, 46 рублей. Итого 1819 рублей. Вот разорили меня. Если бы я вместо фуроцелина взяла другое средство, то у меня было бы уже больше 2000 потрачено в аптеке. Хотя у меня вот ничего такого как бы особо серьезного нет. Я уверена, что нашлись бы какие-то другие аналоги подешевле, и все это могло бы быть подешевле. Но так как я уже не стала, там сильно люди собираются, очередь, не стала уже пытать эту аптекаршу, да. Чем это, что можно заменить и как. Врач тоже немного словно. Я у нее спросила, дочка кашляет туда-сюда, пусть физраствором делает, говорит, ингаляцию. Все. А так, в общем, температуры нет, значит, все нормально. Так что такие дела. В общем, сейчас начну принимать уже вот это, то, что мне прописали. Буду полоскать горло и, в общем, буду отдыхать, мои хорошие. Вот. Ну, так что, что вам скажу. Бояться, наверное, не надо. То есть, если вас кого-то что-то беспокоит, наверное, все-таки лучше сходить и провериться. Пусть доктор вас посмотрит, проверит легкие, дышите, не дышите там, постучала туда-сюда, в общем, заглянула в горло. Ну, горло воспаленное, я сама это чувствую, что горло болит у меня. Вот. Ну, и с лекарствами, вы знаете, если бы я приехала домой, я просто не стала уже никуда дальше выдвигаться. Мне не хотелось лишних движений делать. Но если бы я не торопилась, я приехала бы домой, посидела бы в интернете, посмотрела бы, чем эти лекарства можно заменить. Но я наверняка бы нашла бы что-то аналогичное, но подешевле. Наверняка. И вот я, когда это все покупала и расплачивалась в аптеке, у меня сразу промелькнула мысль, что кому выгода вообще от этой пандемии? Конечно, фармацевтикам. Вот кто сейчас делает деньги. Вот так, мои хорошие. Мой сейчас ролик получился небольшим. Я хочу на этом ролик сейчас этот свой закончить, приступить к лечению и отдыхать, лежать и лечиться. Все. Надеюсь, что, может быть, мне уже станет легче, может быть, через несколько дней. Завтра мне надо будет кровь с пальца с утра уже натощак пойти сдать общий анализ. И на следующей неделе уже пойти за результатами к врачу. Но это уже будет все в другом уже видео. Поэтому я с вами прощаюсь, закрываю видео это. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok